Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания к римлянам святого апостола Павла, 6 глава. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли до греха, как же нам жить в нем? Итак, мы с вами сталкиваемся с той проблемой, которую уже рассматривались, которую мы с вами касались при анализе 3 главы. Мы знаем, что в римской церкви против апостола были частично настроены иудеи и христиане, поскольку они считали, что его учение об оправдании, о том, что Бог прощает грешника, не меняя этому грехов, без всяких дел, без всяких заслуг с его стороны, что противоречило их убеждениям, их воспитанию, их вообще пониманию закона, вынуждал апостола Павла учитывать элемент этой оппозиции и, если не полемизировать, то, по крайней мере, объяснить свою точку зрения. Вот здесь апостол Павел вновь возвращается к ней, поскольку в конце 5 главы он сказал о том, что в ответ на умножение греха Бог явил свою благость вместо того, чтобы судить мир. И если Бог нас милует, если Он прощает нас, то тогда человек может продолжать грешить, не ожидая со стороны Бога никаких санкций, никаких наказаний. И это служит только к умножению Его милости, потому что новие отступления будут вынуждать Бога, умножать свою милость. Но апостол Павел на это говорит, никак мы умерли до греха, как нам жить в нем? Когда умерли, где умерли, в какой момент произошла эта смерть? И апостол Павел здесь начинает раскрывать смысл христианского крещения. Неужели, говорит он, вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением, смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и мы начали ходить в обновленные жизни. Ибо если мы были соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Для нас с вами крещение – это обряд, инициация, которая известна прямо с первых страниц или глав Евангелия, где говорится о крещении, которое совершал Иоанн Креститель. Это крещение было подготовительное, оно готовило людей к приходу Мессии и было связано с их покаянием, то есть изменением их жизни. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», – призывал тех, кто к нему приходил Иоанн Креститель. Мы знаем с вами, что Господь воскресший, расставаясь с учениками, дает им повеление о крещении. 28 глава Евангелия от Матфея, самый конец. «Идите в мир весь, проповедуйте Евангелие, и Господь говорит, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». И у человека собрать все, что я заповедовал вам. И, конечно, уже в деяниях, тоже в день Пятьдесятницы, апостол Петр призывает собравшихся к крещению, и говорится о том, что около трех тысяч приняло крещение, и это крещение было связано именно с прощением грехов. То есть прощение грехов напрямую изначально было связано с этим обрядом, который вел еще Иоанн Креститель. и которое в церкви после сошествия Духа обрело силу таинства. Но апостол Павел здесь идет еще дальше. Он говорит о том, что прощение грехов, оно нам сообщается через смерть Иисуса Христа. Ведь напомню, что Иоанн Креститель никакого прощения грехов, приходившим к нему, не давал. Он призывал к покаянию. Но у него не было полномочий прощать грехи. Опять же вспомню с вами, когда Христос заявляет о том, что намерялась прощать грехи, и в некоторых евангельских эпизодах это вызывает недоумение и даже протест со стороны части его слушателей, прежде всего книжников-фарисеев. Тем самым, если крещение дает прощение, то оно и устанавливает связь человека с смертью и Христа, а значит, и с его воскресением, потому что Христос воскрес, он жив. И мы общаемся с воскрешим Христом, которого не могла затронуть, не могла победить смерть. И мы соединены с ним подобием смерти его и должны быть подобием воскресения. Апостол Павел тем самым погружение в воду связывает с погружением как бы в могилу, потому что все-таки вода — это среда, в которой человек не может долго находиться. Пять минут самое большое. Вот, как бы человек опускается в воду, как в могилу, и выходит из этой воды, из среды, в которой он бы умер, которая является смертной для него, выходит для новой жизни, для обновления. Происходит его рождение заново. И апостол Павел говорит о том, что это не просто приобщение к смерти, но и наше сораспятие. Ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дамы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним. И так понятно, что человек мертвый не может грешить. И апостол Павел рассматривает нашу смерть в крещении как метафору, не как образ, а как реальность. То, что мы действительно умираем, а значит, все прошлые связи, в том числе и грех, утрачивают над нами свою власть, свою силу. И более того, крещение дает надежду на воскресение, зная, что Христос, воскресный из мертвых, уже не умирает, ибо то, что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе наш. Итак, крещение, оно ставит человека в некое переходное, промежуточное состояние. С одной стороны, связь с прошлым прервана. Человек должен умереть для прошлой жизни, для своей связи с грехом, и жить уже целиком для Бога, принадлежать повседневности лишь Ему одному. И так да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. И не предавайте члена вашу греху в орудии неправды, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члена вашу Богу в орудии праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. О связи греха и телесности пойдет речь дальше, мы об этом будем говорить в седьмой главе. Но что важно, что апостол Павел, конечно, связывает всего человека с тем, что все его члены могут быть орудием неправды. И человека крещеного он рассматривает как оживших из мертвых. Конечно, это некий призыв. Конечно, каждый из нас из опыта своей жизни понимает, что крещение не делает нас святыми, и грех еще не уходит, он не исчезает. Его связь может быть ослаблена, мы можем действительно преодолеть и преодолевая многие грехи. Но все-таки вот так вот сказать, что действительно мы умерли для греха, никто из нас не решится. И это действительно проблема, проблема, которая решается апостолом Павлом Дайше уже в седьмой главе, когда он начинает разобирать свое третье понимание греха, связанное с человеческой греховной природой, плотью. Но пока он говорит о том, как раз что должно направлять человека, какие обязательства он принял после того, как крестился. Что же станем ли грешить, потому что же мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, тому вы и рабы, кому повинуетесь, или гробы греха к смерти, или послушание к праведности? Итак, апостол Павел говорит о том, что человек должен быть послушлив Богу, ему отныне повиноваться. «Благодарение Богу, что вы прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себе. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности». Итак, очень важно, что эта перемена, она связана с обретением нового учения, учения, которое раньше было неизвестно, неведомо языческой аудитории, да, и по сути своей иудеихристианской тоже. И апостол Павел эту свободу от греха воспринимает именно как что-то реальное. Продолжая дальше. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так и ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда вы были свободны от праведности, какой же плод имели вы тогда? Такие дела, которые ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, и конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашему». Итак, апостол Павел рассматривает ту перемену, которая происходит в крещении, как перемену собственности или собственника. Раньше люди были рабами греха, теперь они стали рабами Божьими и находятся у него в подчинении. И раньше их направлений, их члены, они служили греху, теперь они должны быть слугами Божьими. И на самом деле это противопоставление, оно вообще очень характерно для апостола Павла и для послания к кремлям в целом. Мы с вами уже об этом говорили. что было до и что стало после. То есть, на самом-то деле, вот эта перемена, она и должна быть разительной для адресатов послания. Она должна убеждать их в правильности выбранного пути, потому что здесь апостол Павел и напоминает, какой плод имели вы тогда, дела, которых вы не сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Почему смерть? Потому что апостол Павел говорит, наказание за грех смерть. И, собственно, это положение, оно неоднократно встречается на протяжении посланий к римлянам, и мы уже с вами его разбирали при рассмотрении пятой главы, когда в результате греха смерть вошла в мир. И поэтому мы помним, что апостол Павел говорит, что смерть – это всегда для апостола Павла наказание за грех. И здесь как раз воскресенье, оно обретает свой смысл и значение. Воскресенье напрямую связано с оправданием, и оно показывает, что, собственно говоря, человек прощен, что прежнее наказание за грех, оно аннулировано, что всеобщее воскресенье, в принципе, было бы невозможно, если бы до этого не совершилась искупительная жертва. Потому что здесь речь идет не о возможностях Божьих, не о том, чтобы Бог мог воскресить людей, а о том, что это воскресенье, оно невозможно было бы без устранения преграды греха. Вспомните известный эпизод исцеления расслабленного, которого спускают на носилок из крыши в доме спасителя в Капернаумии, и ведь никто не говорит Христу о том, чтобы этот человек был прощен. Но прежде, чем этот человек встанет с носилок, Господь заявляет о том, что грехи с него сняты. То есть без устранения преграды греха его исцеление было бы невозможно. И точно так же и воскресенье было бы невозможно без устранения этой преграды. Почему? Потому что воскресенье это получение жизни Божьей. А как человек может получить жизнь Божию, если от Бога его отделяет грех? Это невозможно. И поэтому как раз крещение оно и совершает то, о чем мы с вами говорим. Крещение, оно прощает человека, оно как бы умерщвляет его и дает новый шанс. Оно возвращает его к жизни, но уже к другой жизни, к жизни с Богом. И для нас еще важно именно то, что крещение и дает, сообщает человеку оправдание. Потому что оправдание это не просто лишь акт ума. Это не просто человек поверил, и вот он уже тут же оправдан. Нет. Прощение грехов, оправдание совершается именно в крещении. Поэтому в символе веры мы с вами и читаем «Исповедуя едино крещение во оставление грехов». Итак, крещение устанавливает нашу связь со Христом. Именно через крещение мы имеем доступ ко всему тому, что он совершил. О последствиях крещения, о последствиях этой связи, оно на самом деле имеет тоже ключевое значение для апостола Павла, потому что он говорит о том, что Христос не является чем-то внешним по отношению к нам. Это не просто Бог, у него Бога человек, который пребывает где-то в надмирной реальности. Нет. Мы соединены с ним. Мы связаны с ним. Мы с ним объединены. И вот эта связь, она и дает нам возможность, дает нам шанс на спасение. Это наш путь к нему. И, собственно говоря, о том, как это дальше развивается, получается, речь идет дальше, но здесь возникает еще один вопрос. Вопрос, к которому апостол Павел тоже должен вернуться. Это связь между грехом и законом. Мы говорили с вами о том, что закон выявляет грех. Если человек умирает для греха, что происходит с законом? На этот вопрос апостол Павел ответит дальше в 7 главе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова